Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики выложили за 6 тысяч золота Т95Е2 на продажу. Но не просто саму голую машину, как когда-то её выкладывали, хотя выкладывали её дешевле, её выкладывали за 5,5, а не за 6. Но здесь за 6 тысяч золота вам предлагают не просто машину и слот в ангаре, вам предлагают ещё открытое всё оборудование на этом как-никак, а какая-то экономия серебра. Есть аватар, если кому-то они интересны, есть Х5, между прочим, в количестве 15 штук. Да, безусловно, только на Т95Е2 это не настолько круто, как на все машины, но в целом пофармить на ней свободки, ну и элитный опыт экипажа поднять, ну почему бы, как говорится, и нет. Есть камуфляж, который мне, в принципе, довольно-таки нравится, люблю вот такие вот строгие, незамысловатые. И есть, ребят, два контейнера, собери их все, из которых может теоретически выпасть даже машина вам какая-нибудь, ну либо какие-то другие ценности. Поэтому в целом мне лично за 6 тысяч данный наборчик гораздо больше нравится, чем за 5,5 просто машина и слот в ангаре. Хотя у каждого свои карманы, для тех ребят, которые золото получают, ну исключительно благодаря просмотрам рекламных роликов, то это 10 дней просмотра рекламы. Короче говоря, действительно все зависит от того, насколько полон или пуст ваш карман в отношении голды. Что же касается самой машины. Я в свое время данную машину купил себе на неосновной аккаунт. И честно говоря, на сегодняшний день я уже об этом жалею. Сейчас кратенько объясню почему. Во-первых, стоит посмотреть на то, как данная машинка выглядит в призме ее бронированности. Через призму, которую можем посмотреть на специальной платформочке, мы можем с вами увидеть, что это не настолько прям на сегодняшний день картонный картон, которым он может показаться изначально, и коим он мне показался, когда я снимал первый свой обзор на данную машину. Значит, кепка очень обманчива. И многие считают, что кепка Ахиллесова пята, но нет, ребята, это самое крепкое место, когда смотришь на машину с лба. 195 миллиметров брони, 180 без приведенки. Так, чтобы вы понимали, вот здесь вот в более-менее крепком месте на башне 164 с приведенкой 127. Вот здесь вот 95 брони, но с приведенкой 196. Есть маска орудия, если мы маску орудия снимаем, то здесь у нас идет 95. И как я понимаю, ребят, здесь, кстати, ребят, смотрите, еще броням 114, но как я понимаю, вот здесь вот все-таки данные немножечко устаревшие, потому что при обновлении 9.5, ребят, вот здесь вот за маской добавили брони и подняли до 120 с 95. Вот здесь вот, видите, 95 было и так и остается, но по факту нет, здесь идет 120. И это очень приятно, потому что раньше сюда, когда прилетало, ты очень сильно удивлялся и тебе становилось неприятно. Сейчас немножечко полегче. Верхний бронелист 184 с учетом приведенки и нижний бронелист 76. Данная машина лучше всего отыгрывается от каких-то неровностей и отыгрывать ее лучше всего, безусловно, от башни, потому что ваша кепка, торчащая вверх, она, ну, как бы всех манит, но никого сюда не привлекает. Безусловно, по бортам это картон, картон очень серьезный, 50 миллиметров, в корме 48, ну, я имею в виду в задней части, простите, по борту. И что касается в корме вообще 35-36, короче говоря, ребят, если и отыгрывать, то только вот так вот, как я люблю говорить, мордой лица. Что касается моего мнения о машине, машина у меня на вот этом вот обзорчике, она была у меня превознесена немножко выше, да. То есть, если изначальный мой обзор, когда ее продавали за 5,5 тысяч, на данном обзоре я говорил, что не сильно-то она и стоит 5,5, я не жалею, что взял себе на твинг. И что это картон, картонный и очень тяжело отыгрывается, то на этом видео, безусловно, все было немножко пободрее, поинтересней. И, честно говоря, после этого машина для меня заиграла абсолютно какими-то новыми красками. Объясню, почему она взыграла красками, не только потому, что ей добавили брони вот здесь вот за маской. Дело в том, что в обновлении 9.5 машинку апнули, и машинку апнули в приятных для нее местах, которые действительно были у нее очень слабыми. Первое, это подвижность данной машины. Она увеличилась вроде бы как бы несущественно, но по ощущениям в игре все-таки она действительно стала какая-то более бодренькая. Было 650, мощность двигателя стала 680, всего лишь 30, казалось бы. Но, как я уже говорю, по ощущениям это действительно чувствуется. Что действительно еще очень классно, и то, что действительно хорошо разработчики сделали, когда проводили апп данной машине, они улучшили орудие. Орудие улучшили в отношении времени перезарядки. То есть все остальные характеристики оставили те же самые, а вот время перезарядки апнули, и апнули существенно. Потому что если заявленные были 6.23, то теперь они 5.75, то есть уже меньше 6 секунд. А когда вы ставите себе оборудование, когда вы берете с собой еще амуницию, то у вас ваше КД превращается в 5.12. Короче говоря, 5 секунд. Через каждые 5 секунд вы выкидываете по целых 225 единиц урона. Да, пускай 180 пробития на 8 уровне для среднего танка это не прям вообще потолок и круть, но в конце концов заряжай себе кумулятивные и закидывай по 190 через каждые 5 секунд в какого-нибудь бронированного товарища. Углы склонения вниз минус 9 и отыгрываются они в целом, я бы сказал, комфортно. Да, буквально там пару каток придется поиграть для того, чтобы прочувствовать, но дальше в целом дискомфорта ты не ощущаешь. Особенно отыгрывая как-то вот так вот на борт, но все-таки бортами лучше на данной машине не становиться. Но это мое субъективное мнение, хотя оно основано отсутствием брони по машине. Я думаю, что самым стоящим будет запрыгнуть в бой, выкатить машину из ангара, посмотреть на что она способна, способна ли она вообще на что-либо. Ну а я к вам пока хотел бы обратиться с просьбой. Ребят, подписывайтесь пожалуйста на канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я безумно, безумно стараюсь над тем, чтобы порадовать вас новыми честными обзорами и очень-очень хочу развивать свой канал, хотя мне крайне, крайне, ребят, сложно конкурировать с теми мастодонтами, которые уже заполонили YouTube. И с учетом количества их подписчиков, им достаточно даже голую задницу в экран показать и у них уже будет по несколько тысяч просмотров. Мне же приходится бороться за каждого зрителя, поэтому подписывайтесь на канал, я буду вам безумно благодарен, ну и буду радовать вас все новыми и новыми видео. Так, я отсюда буду сваливать. Скажу почему, потому что шпиц спит. ПТшка заняла свою великолепную позицию, которая абсолютно ничем нам со шпицом не поможет. Поэтому немножечко необходимо отсюда отъехать. Товарищи потихоньку начинают продавливать и, как я понимаю, что, скорее всего, в данном бою все, что я смогу вам показать, это то, насколько бодренько машинка передвигается и то, насколько бодренько она перезаряжается. Как видите, ездит она очень-таки себе даже приятно. Ну а что касается перезарядки, то я даже не успел обратить внимание, как быстро прошло время моего КД. Так, ждем. Ждем, выцеливаем. Тайп-62 ко мне заезжает. Я так понимаю, что придется мне с товарищем схлестнуться в неравной стычке. Я даже ускорю себе время перезарядки для того, чтобы попытаться именно по КД переиграть. Но, к сожалению, меня опять кританули. Крайне неприятная ситуевина. И, скорее всего, сейчас меня, ребят, будут сливать. Да, не выстояло в неравной схватке. Не знаю, правильно ли поступил им, что придержался и оттянулся назад. Но, все-таки, ребят, было больше. Шпиц мне не особый помощник. Ну а ПТ-шка вообще, насколько я понимаю, слилась, по-моему, первая. Честно говоря, в полубоя я даже как-то не обратил внимания на то, кто из них конкретно первым слился. Короче говоря, обратите внимание. По башне меня, ребят, не пробивали. Меня пробили в борт, это то, что я изначально говорил, в нижний бронелист, про который тоже предупреждал. И, опять-таки, под башней, но явно били со стороны борта. Короче говоря, ваша башня, она, в принципе, мало кому интересна. И если вы будете играть на каких-то картах, которые позволяют вам четенько спрятать ваш нижний бронелист и отыгрывать от башни, и даже, кстати, ребят, с учетом точности орудия можно смело отыгрывать на дальних расстояниях, то в целом, ребят, данная машинка покажет себя, безусловно, с лучшей стороны. Сейчас обязательно запрыгнем в следующую катку, потому что данная, она не была абсолютно показательная. Возможно, показательным было то, что мы заняли не совсем те позиции, поехали не в ту сторону. Команда сделала неправильный раздес, но в любом случае, я занял второе место в команде по урону. И данное поражение связано не с тем, что Т95Е2 плохо играется, или я прям совсем полнейший рак. Ну, а просто потому, что вся команда крайне сливно сыграла. Вот, пожалуйста, результативность ИСУ-152, про которую я говорил, 0 результата. И ЗЮТО, который тоже ничего абсолютно команде не принес. Ну что, давайте пробуем запрыгнуть еще в одну каточку. Я очень сильно надеюсь, что в данном конкретно бою уже будет немножко повеселее, и машина покажет себя немножечко лучше. Как я уже говорил, после всех вот этих апов, мне Т95Е2 стал нравиться гораздо, гораздо больше. И я действительно начинаю жалеть по поводу того, что в свое время я данную машину приобрел себе на неосновной аккаунт. И, кстати, что самое парадоксальное, я-то покупал Т95Е2 на неосновной аккаунт не потому, что на основе у меня голды не было, а потому, что меня просто жаба задавила. Ну вот, говорю так, как есть. Сейчас я вот уже начинаю немножечко об этом жалеть. И, возможно, если бы данная машина была у меня на основе, я бы выкатывал его из ангара гораздо, гораздо чаще. Так, смотрим-с, смотрим-с, что у нас по разъезду. Опять получилось так, что и тяжелый танк сюда подтянулся. Но ребята, в принципе, правильно поступили, потому что у нас все-таки три тяжа. У них два, и ехать на линию тяжей в их случае было, наверное, бы крайне безграмотным. Так-с. Ну вот по точности орудия, то, что я вам говорил, очень радует точность. Время перезарядки тоже довольно приятное. Углы склонения отыгрываются просто великолепно. Назад машинка скатывается тоже довольно-таки приятно. Короче говоря, в целом, ребят, кроме вот такой вот дикой безумной картонности по бортам и по корме, в целом у машины прям вот таких вот бешеных каких-то недостатков нет. Кто-то скажет по поводу подвижности, что сейчас я пытаюсь свалить отсюда, и подвижности мне не хватает. Да, подвижность прям не супер имбовая, но просто те, у кого не было данной машины ранее, они не смогут заценить изменения, которые произошли в данном аппарате. Просто потому что, если сравнивать с предыдущей ее подвижностью, то, поверьте мне, сравнить ее с чем. Там уже совсем было все уныло и совсем все было неприятно. Так, наглану немножко, возможно, сейчас даже и отхвачу, но попытаюсь выцелить. Нет, не выцеливаю. Сам на фланге не очень приятно. Сейчас. Прогреем и поедем. Добрали за меня, хотя в целом, как вы видите, по Чифтейну, по кепке, я бы проработал, в принципе, вполне спокойно, потому что точность орудия позволяет. Ну и в целом, кепка Чифтейна, я бы сказал, позволяет. Так, товарищ бронированный, но голда нам в помощь. И, как я говорил, с голдой данная машинка пробивает даже крепкие лбы. Ну вот сейчас я не совсем понял, потому что я, в принципе, Тигру сейчас забросил реально в мягкое место. Причем два раза сейчас я попадаю в серую зону и почему-то не пробиваю. Не знаю, как так. Наверное, Картоха все-таки рулит. Так, ну, я могу на данный момент сказать, вот знаете, так, как говорится, упрямо по поводу того, что вот что-что, а миф по поводу картонности данной машины, конкретно салба, он однозначно разрушен. Если вы видели, какое количество непробитий в течение боя я получил, то, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Никудышний урон по результатам боя, и я принципиально заеду все-таки на третью катку на данной машине, но просто потому что Т95Е2 он может, он реально может лучше. Почему так не фартит, я думаю, что причиной, что в первом бою, что во втором является то, что я был, блин, сам. Ну вот реально, если в первой катке нас было там трое, но по факту один, помните, как в Д'Артаньяне и трех мушкетеров, нас будет трое, но скажут-то скажут, что нас было четверо, вот так и здесь. Нас вроде бы было трое, но по факту, ребят, я там был один. Во второй катке опять как-то так получилось, что меня все бросили, уехали, и я, в принципе, на данном фланге был один. И, как говорится, сам против толпы кулаками особо не помашешь. Такс, продвигаемся чуть дальше, займем плюс-минус какую-то позицию. Остановились опять союзники, ну, блин, ну вот как получается так? Ну что, стоялого, блин, постоянно играть, тоже не сильно весело. Ладно, хотя бы ТВП обидели на 200 с копейками, уже хорошо, уже, как говорится, приятно. Так. Двы склонения, как вы видите, тоже довольно приятные. Мне сейчас абсолютно труда никакого не составляло выцелить товарищам, будучи наверху. Даже особо вниз спускаться не пришлось, что, в принципе, очень приятно. Так, точность не подведи. Сваливаем. Очень хочу еще немножечко пожить. Есть, вроде бы немножко продавили. Уже хорошо, правда, у меня осталось хпшки, всего ничего. Но я думаю, что где-нибудь издалека хотя бы несколько шотов даст бог. Я сделать смогу. Есть пробитие. Такс. Два ТТМ, ПТшечка, Т28 прот, и здесь еще одна ТТМ. Не очень хорошо, конечно, но уже как есть, так и есть. Так, ну что, Шпрот, давай, вылазь. Да, точность классная, но вот с пробоями не всегда фартит. Прячусь за ТВПшкой и понимаю, что, может, это не совсем воспитано с моей стороны. Но у меня просто выбора другого нет. Я даже перехожу на голду. Уж больно сильно хочу гарантированно все-таки пробивать товарищей врагов. Да, ну что ж такое. Разменялись. Разменялись не в мою пользу. Но КД, ребят, КД у меня все-таки получше, чем у Фалкона. Фалкона, если я правильно помню, там в районе 14 секунд. Я не знаю, честно говоря, получится или нет. Нет, Фалкона я не добираю. Но свой вклад в то, чтобы здесь все-таки хоть как-то получилась победа, я сделал. Я ничего не выбрасываю из своих обзоров, потому что пытаюсь показывать машины такими, какие они есть на самом деле. И будет с моей стороны нечестным вырезать все мои проигрыши и подказать только один победный бой. Но, ребят, по результатам данного боя 2170 единиц урона. Что касается того, что я получил в виде фарма. Ну, фарм считать не будем, хотя с премом было бы 47 тысяч. И это, ребят, поражение. Я считаю, что 47 тысяч за поражение это, в принципе, нормальное. Нормальное количество серебра, которое вам могут дать. Что касается моей результативности в команде по урону, то первое место. И что самое парадоксальное, что несмотря на всю свою вот ту негодность, о которой все рассказывают по поводу Т95Е2, хотелось бы сказать, что данный урон это, в принципе, нормальная тема для данной машины. Она отыгрывается так практически постоянно. Да, бывают такие бои, как вот первый и второй. Но все-таки, ребят, машина может. Машина с потенциалом. Просто ее необходимо понять, к ней необходимо привыкнуть. Имба ли это? Нет, ребят, не имба однозначно. Стоит ли купить? Ну, все зависит от того, нравится ли вам вот такой геймплей, как в последней конкретно катке. И есть ли у вас свободное золото в количестве 6 тысяч. Здесь уже, безусловно, решать вам. Мое дело показать машину исключительно такой, какая она есть. Я не выбрасываю слов из песни. Ну, а вы уж сильно не серчайте в комментариях и не пишите по поводу того, что я рак. Потому что для того, чтобы я не был раком в ваших глазах, мне необходимо просто выкладывать у себя на канале только победные бои с огромным заскаливающим количеством результата по количеству нанесенного урона и сделанным фрагом. Но будет ли это честный обзор? Вот это уже вопрос действительно серьезный. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мира вам, друзья мои. И спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...